Ну так вот, Дима, существует вот такая легенда, не легенда даже, можно сказать. Ленин вроде как бы делал революцию под грибами, под мухоморами. Вот его так, он обсадится этими грибками-то, мухоморами, и колбасит его. Его аж в опечатанном вагоне привезли, дабы он там это... Для бойных такой? Ну да, потому что колбасило его там жестко. Потом его выпустили где-то там, и куда ты говоришь, он в Смольный попил? В Смольный пошел, да. Ага, в Смольный пошел. А в Смольном кто у нас там сидел? А там был у них штаб. А, штаб Смольный. А где Смольный вообще находится? Тогда это называлось Петербург, нет, Петроград. В Петрограде был в Смольный. Мы идем на Петроград, нет дороги нам назад. Назад, совершенно верно. Да. И что? И там легальный штаб находился. А тут такая фигня, да? Грибы-то подотпускать начали? Да, а деньги-то и выделили. Ага. А тут он в Смольном-то засел. А тут матросня, да? Балтийским чайком балуется. Что? Балтийский чаек у нас что там? Водка да кокаин. Ну да. Да. И, кстати, подготовлено было все без участия Ленина. Все матросики были подготовлены и накачаны уже по удаленному управлению. А тут Ленина говорит, а ну-ка раздайте-ка им грибы. Ну, тем, которые на Авроре там сидят. Да. Шмальнуть им там пора уже. Этим грибы, а этим винтовочки, пожалуйста. Ага. И пару патронов. Те грибы приняли, короче, из Авроры сжахнули. Да. И началась революция. Они там еще цережно Авроре на какого-то там повязали. Повязали. Вот тот, который грибы жрать не хотел. Который капитан Аврора был, да. Ага. Грибы не хотел есть. И вот раздня, короче, завалило, походу, там. О-о-о-о. Или насмерть, или не насмерть, но я не знаю. Ну, по-моему, они его расшмаляли. Под грибами, как оказывается. А Ленин в этот момент, говорят, со Смольного чухнул. На какой-то вокзал. И там сел, ждал паровоз. Если что, не выгорит дело. Свалить, да? Возможно, и так. Потому что я даже думаю, что так и было. Потому что реально в зимний кто зашел? Матросы одни. И какое-то там подставное лицо, которое имело право там от партии выдвинуть свои требования. Просить их сложить оружие. Или что там, полномочия свои. Дима, ну это понятно. Дима, царя зачем убили? Да правильно, его убили. Почему? Ну, охрененно он нужен. А вот тут, Дима, ты не прав. Вот и поэтому, блядь, и страдает Россиюшка. Потому что я не прав. Потому что царя завалили помазанника божьего. Кто ж его там на богом-то помазал? Каким богом? Какого он мазан? Ну что, блин? Он, блин, человек завалил, загубил на заводах, на этих самых. А на одной только кровавом воскресенье сколько положил. За то, что люди вышли на демонстрацию. Царь, батюшка, дай нам, пожалуйста, прими. Мы тебя любим. О, раз шмалять нахер, казаков на них с шашками запустил. Что это, царь называется? Это то, что людям нужно было. Да там-то такой-то, как Навальный, гнал их туда. Им раз сказали, не лезьте сюда. Два, три, они прут да прут. Ну, а зачем было, блин, стрелять боевыми? А зачем туда вообще надо было им идти? Потому что люди всегда ходят куда-то собираться. Ну, сходи сейчас в Кремль. Я? Нет, ну, сходите в Кремль. Неправильно. Вот, ну, пожалуйста, представь. Ну, ты что, их стрелять, что ли, будет? Не будут их стрелять. Им даже собраться не дадут, если честно. Потому что грамотно. Вот это вот намного грамотнее, чем Чесарь. Ну, я вот, кстати, зря ты на Николашку так волокёшь, потому что вот есть такая тема, я не знаю, ты знаком, не знаком. Такой термин, ходынская давка. Знаешь такое? Вот что-то знакомое, по-моему, про это я... Знаю, какое-то было, пока, когда на поклон к царю шли люди. Да не какой поклон к царю, коронация у царя там была. Коронация. На Николашке. Ну, конечно, я пришли к царю и собралось столько желающих. Ты там дело-то знаешь, в чём было, блин? Собралась, короче, хуево куча народа. Ну и чё, блин, а царь-то к этому датик такой-то, ну, выпустил там сувениры, там, ну, народ-то надо чем-то бодрить. Там денежки, там сувениры, там вся фигня, там прянички, конфетки, там народ-то халявку-то любит. По-любому. Поставили они там лари по этому полю, блин. Ну, типа, чтобы, дабы раздавать, короче, блядь. То есть это не в городе происходило? Конечно, какой город, там столько народу было, просто пиздец. Ну и типа того, что, короче, это самое... Нашёлся какой-то, блядь, провокатор вот этой всей хуйни. Всегда находится какой-то, блядь, пидорас, блядь. Который, блядь, пусть... Ну и как бы народ нормально всё радовался, там, терапыры, е-мое. Ну, движуха обычная, вот как нашествие, фестиваль, знаю. Вот как Металлика, блядь, приезжала. Во, в Раменском или где там, где Металлика? В Тушино. В Тушино, в Тушино, блядь. Вот представляешь, сколько в Тушино народу было? Да, там поле было целое. Вот типа такой хуйни, короче, и там было. И вот тут, блядь, какой-то пидорас, блядь, ебанул такую тему. Латошники между собой харчи царские делят. Ты представляешь, что началось? Пидорас, а? Народ как ломанулся к этим ларькам за вот этими пряниками, конфетами, денежками, блядь. Да хоть бы и делили. Что это? Латошники испугались. Они сразу поняли, пиздаем. И давай прям в толпу это всё кидать, лишь бы их не растоптали. И представляешь, что там вообще началось? А, кстати, это единственный, наверное, выход был. Да. В толпу закинуть всё это дело и свалить. Ну, там один хер, блядь, всё смели, всё потоптали там, блядь. Одна царская благодать. Ну, я, конечно, тут погорячился, сказал, что правильно. И как бы вот тогда, я не помню, какой писака там, блядь, он сказал, вот типа на престол залез, блядь, плохо, и плохо, и закончит. И как бы его слова, вот как бы, так сказать, в контексте, они так и сбылись, предсказания. Я думаю, что расстрелять нужно.